Глоток свежего воздуха в условиях современного мегаполиса – это бесценное достояние. Уже второй год на территории Духовного центра имени Пророка Исы ведется системная работа по высаживанию деревьев. Принять участие в этом и внести свою лепту с каждым днем становится все больше. Не остался в стороне и коллектив телеканала ННТ. Именное дерево нашего национального телевидения теперь будет украшать территорию рядом с будущей духовной жемчужиной Дагестана. Сюжет Абдуллы Алиева. Народная стройка в самом разгаре. Работы здесь практически не прекращаются. Духовный центр с каждым днем все ближе к дате своего открытия. Делегация ННТ с раннего утра прибыла на место. Сегодня для сотрудников канала важная дата – день высадки именного дерева телекомпании на территории Духовного центра. Предваряя процесс посадки, состоялась небольшая экскурсия по будущей мечети имени Пророка Мухаммада «Мирмое благословение», в ходе которой было рассказано об особенностях проекта сооружения и запланированных социальных объектах, которые станут составной частью Духовного центра. Есть такое понятие – место силы. Но вот когда сюда попадаешь, ощущаешь действительно абсолютно неповторимый дух, хотя видны только контуры еще этой огромной мечети, этого огромного пространства, которое станет центром вообще притяжения мусульман со всего Кавказа, и не только мусульман, всех людей, которые… Здесь будет жить дагестанский дух, здесь будет жить дух ислама, и это уже видно. Дерево выбрано, осталось за малым – подготовить почву и собственноручно посадить его. Сотрудники ННТ активно взяли за работу. Это не тот случай, когда кто-то хочет отлынивать от процесса. Каждый хочет принять личное участие, получить воздаяние Всевышнего и принести пользу благом деле. Работа кипит, никто не хочет оставаться в стороне. Посадка деревьев на этой территории – это не только помощь Духовному центру, но еще и вклад в улучшение экологии. Масличное дерево в Оливковой роще. Именно здесь раскинет свои ветви зеленый дар нашего телеканала. По словам сотрудника Духовного центра Султана Османова, подобный парковый комплекс не будет иметь аналогов в республике. Ведь территория центра занимает 35 гектаров, и 60% из них, как утверждает Османов, будут занимать зеленые насаждения. Мы можем сказать, что на территории будет 20 гектаров озеленения площади. И план в этом году у нас был озеленить аллею. Что можно сказать? Мы можем сказать, что техника не успевает за людьми. Больше людей идут сажать, чем мы им готовим место. В связи с тем, что люди знают, какая польза от посадки, горожане знают, как будет красиво город, когда будет озеленено. Из-за этого мы план перевыполняем. То есть, та посадка, которую мы должны делать за месяц, мы сажаем их за два дня. Миссия выполнена. Дерево посажено. Завершение по традиции состоялось торжественное вручение сертификата. Директор телеканала ННТ Султан Трамов получил его из рук Султана Османова. Памятное, общее фото запечатлело этот день, который теперь стал важной частью истории телеканала. Мы только что завершили посадку оливкового дерева. И эмоции всех работников телеканала передать вот так словами невозможно. Это для телеканала ННТ один из самых важных дней в начавшемся 2020 году. Нам очень приятно, что мы стали в очередной раз частью этого большого, уникального проекта «Вместе строим духовный центр». И обращаясь ко всем дагестанцам, если вы живете в нашей республике, еще не были здесь и не видели своими глазами эту величайшую стройку, то, я не знаю, нужно срочно это исправлять. Народная стройка, объединившая вокруг себя множество жителей нашей республики во имя одного масштабного благого дела. Сегодня уже смело можно сказать, что практически каждый дагестанец внес свой посильный вклад в строительство будущего знакового сооружения. И хотя возведение еще не закончено и много еще предстоит сделать, главные работы уже позади. А возможность внести свой вклад есть у всех. Пока еще у каждого есть шанс стать соучастником возведения грандиозного проекта, за который в будущем нам будут благодарны потомки. Давайте вместе строим духовный центр! Абдулла Алиев, Магомед Магомидов, телеканал ННТ, Махачкала.